МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости недели на телеканале Беларусь-4. И всех событий, уходящих 7 дней, мы выбираем главные, не упуская ключевых деталей. Здравствуйте. Жатва 2017 на старте. В регионе собрано первое тысяча тонн зерна нового урожая. Вступительная компания набирает обороты. Вузы принимают документы от абитуриентов и определяются с ценами на обучение. Берегите детей. Летом возрастает число обращений к детским травматологам. А также о том, как продвигается главная медицинская стройка региона, о переходе на электронное здравоохранение и о развитии региональной медицины. Наше актуальное интервью. На этой неделе стали известны предварительные итоги централизованного тестирования и дан старт приемной кампании. Для того, чтобы успеть подать документы на бюджет, остается меньше суток. Можно ли это сделать виртуально? На каких специалистов делает ставку экономика страны? И какие профессии выбирают сами абитуриенты? Все детали вступительной гонки далее в сюжете. Минувший понедельник для многих абитуриентов был поистине долгожданным. 10 июля начали выдавать сертификаты с результатами централизованного тестирования. Правда, не для всех они были приятными. Около 20 человек в регионе получили 0 баллов. Большинство из них по математике. Число 100 бальников на Гомельщине ежегодно остается на одном уровне. Около 30 человек. Большинство отличников получили максимальную оценку по русскому языку. Всего же тестирования в регионе прошли более 40 тысяч человек. Это почти на 4 тысячи больше, чем в прошлом году. Наиболее массово сдавали русский язык, математику, биологию и физику. Сдавал я русский, математику и физику. Вот только что получил математику и физику. Физика 85, математика 78. У меня брат программист оказал большое влияние. Я уже этим занимаюсь около 4 лет. Выбор очевиден. К слову, в последние годы выбор в пользу IT делают многие. В итоге рейтинг популярных специальностей заметно изменился. Мода, что называется, немножко поменялась. От экономических специальностей мы уходим. В специальности программистки, если так можно сказать. Естественно, и УЗы, скажем так, почувствовали конъюнктуру рынка. Открывают новые специальности или преобразовывают в старые. В общем-то, чтобы они могли давать специально связанную с IT-технологиями. Свой рейтинг составило и Министерство образования. В него вошли специальности, которые сейчас особенно востребованы экономикой. Среди них лесное хозяйство, агрономия, ветеринарная медицина, технический труд и предпринимательство. Всего 29 специальностей. Поступать на них медалисты и победители Олимпиад могут без экзаменов. Принимать документы от абитуриента в УЗы начали в минувшую среду. Некоторые спешили зарегистрироваться в первый же день. Так, Яна Колосова вместе с мамой, как с законным представителем, на встречу с будущим отправилась 12 июля. С собой результаты тестирования, справки, фото и аттестат с отличием, подкрепленный золотой медалью. Родной город, родной ВУЗ. Я сама заканчивала этот университет. Поэтому хотим продлить традиции наши. Решили сегодня подать документы для поступления в университет Скорыны на иностранный факультет. Мы решили, что на иностранные языки еще с конца 9 класса и оставшиеся 2 года готовились к поступлению. До окончания приема документов на бюджет остаются меньше суток. В последний день, 17 июля, после 6 часов вечера, в здание, где работают комиссии, уже не пустят. У тех же, кто метит на платное отделение, есть время до 4 августа включительно. В силовые и творческие ВУЗы по 31 июля и 2 августа соответственно. К слову, самые высокие цены на обучение среди ВУЗов Гомельщины установил Белорусский торгово-экономический университет по требкооперации. Год на дневном стоит почти 1970 рублей. На рубль дешевле в университете имени Франциска Скорины. В Белгуте за год студенты заплатят 1830 рублей. Самым недорогим стал педагогический университет имени Шамякина в Мозере. Стоимость годового обучения там 1670 рублей. Все эти цены определяются, исходя из затрат на подготовку по конкретной специальности. Кстати, чтобы успеть с подачей документов, наверняка можно воспользоваться интернетом. Некоторые ВУЗы региона уже несколько лет практикуют виртуальную регистрацию. На сайте учебного заведения можно найти раздел под названием «Личный кабинет абитуриента». Он дает возможность заранее, дистанционно внести почти все данные. «Личный кабинет у нас уже функционирует в течение трех лет. И это очень хорошая возможность предварительно подать документы. Абитуриент туда регистрируется, вписывает все свои данные, документы, удостоверяющие личные сертификаты и прочее. А когда уже приходит приемную комиссию, то технический секретарь загружает данные оттуда. И моментально у него все, договор, заявление, все-все-все заполняется. Поставить свои подписи, это ускоряет работу приемной комиссии». После «Личный кабинет» позволит в режиме онлайн отслеживать ход приемной кампании, предварительные проходные баллы и свое место в рейтинге поступающих. Напомним, внутривузовские испытания начнутся 18 июля, завершится вступительная кампания 6 августа. При этом, напомним, по новым правилам сертификаты с результатами ЦТ будут действительны два года. Забрать их и воспользоваться можно в течение этого же периода. Анна Ковалева, Игорь Марищенко, Валерий Гопанько, телерадио компания «Гомель», новости недели. Аграрии Гомельской области приступили к выборочной уборке зерновых. Жатва стартовала в восьми районах области. Намолочено первое тысяча тонн зерна. О том, что еще было важным на этой неделе, обзор корреспондентов службы новостей. Выездные приемы по-прежнему остаются одной из самых востребованных форм работы с населением. На это подчеркнул помощник президента Беларуси, инспектор по Гомельской области Юрий Шулейко. Он провел выездной прием граждан в Житковичах. Обсудить проблемы пришли 12 человек. Главными темами стали вопросы социальной сферы, строительства жилья и работы ЖКХ. Все обращения Юрий Шулейко взял под личный контроль и дал распоряжение соответствующим службам. Чрезвычайная ситуация в лесах Гомельской области. Более полутора тысяч гектаров соснового массива оказалось поражено короедом. От насекомых-вредителей пострадали лельчицкие и милошевические лесхозы. Сейчас ведутся работы по вырубке и изоляции зараженных деревьев. На борьбу с короедом мобилизованы почти 300 человек и полсотни единиц техники. Люди преклонного возраста все чаще становятся жертвами мошенников. В Гомельской области в первом полугодии зафиксировано 84 случая мошенничества в отношении пожилых. За аналогичный период прошлого года было почти вдвое меньше. Об этом сообщили в ходе брифинга сотрудники Управления внутренних дел. Правоохранители просят граждан быть бдительными, сообщать о подозрительных визитерах участковому инспектору или обращаться по номеру 102. Команда из России стала победителем 15-го международного слета юных спасателей пожарных. Он проходил в Гомеле на базе специализированного лицея при Университете гражданской защиты МЧС. Второе место у команды из Грузии, третье из Казахстана. Дипломы, грамоты и кубки победителям и призерам на церемонии закрытия детского форума вручил министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси Владимир Ващенко. Памятные подарки получили все команды. В этом году участниками международного слета стали делегации 13 стран. Все меньше времени остается до того момента, как обновленная областная детская больница примет первых пациентов. Тем временем на сайте Минздрава Беларуси объявлен сбор средств для укрепления материально-технической базы строящегося объекта. Внести свою лепту в здоровье будущих поколений может каждый. Реквизиты благотворительного счета вы сейчас видите на своих экранах. О том, как продвигается главная медицинская стройка региона, о переходе на электронное здравоохранение и развитие региональной медицины, актуальное интервью с начальником управления здравоохранения Гомельского облсполкома Игорем Барановым. Игорь Васильевич, основное внимание сегодня приковано к главному строительному объекту медицины. Это все-таки детская областная больница. Скажите, на каком этапе ее строительство, реконструкция? Значит, по плану Гомельская областная детская клиническая больница должна быть введена в эксплуатацию до 1 июля 2018 года. В настоящее время возведен неонатальный корпус. Идет строительство хирургического корпуса. Все, в принципе, практически в графике выполнения строительно-монтажных работ. Медицинское оборудование дорогостоящее, высокотехнологичное. Будет приобретаться централизованно за счет республиканских средств. Иное оборудование, оснащение за счет как и средств отрасли здравоохранения, так и за счет средств областного бюджета. Поэтому значимый объект движется и недалек тот день, когда он будет введен в эксплуатацию. Когда он примет своих первых пациентов, скажем так. Ну, а если смотреть в целом, как вы оцениваете оснащенность наших медицинских учреждений современной новой техникой? Медицинское оборудование имеет такой фактор, как срок эксплуатации, срок службы. И, в принципе, это правильно. То есть любое приобретенное оборудование должно иметь максимальную загрузку. И работать на благо своевременной диагностики и лечения. Поэтому с учетом этого фактора, естественно, оно требует ежегодного обновления. Ну и, безусловно, чтобы стремиться хотя бы идти в ногу со временем. Не отставать от современной медицины, европейской, мировой. Естественно, мы ежегодно нуждаемся тоже в значительных финансовых средствах для того, чтобы приобретать новое оборудование и обновлять оборудование, которое выработало свой эксплуатационный ресурс. Скажите, как обстоит эта ситуация в малых населенных пунктах, в районных центрах? Ну, тоже существуют определенные, скажем, сложности и определенная разница в организации и оснащенности медицинским оборудованием. То есть все равно по-прежнему нужно сделать какой-то серьезный анализ, делать в классный центр? Сейчас больше меня волнует тема именно организации лечебно-диагностического процесса в амбулаторных условиях, то есть так называемое первичное звено, чтобы человек все-таки благодаря наличию как профессионально подготовленных медицинских кадров, так и необходимого медицинского оборудования, человек при обращении мог своевременно в кратчайший срок пройти то и иное обследование, потому что от своевременности диагностики зависит, естественно, и качество, и эффективность лечения. Насколько я знаю, к примеру, эндоваскулярные установки, которые позволяют проводить операции без наркоза, а для многих людей это проблема, они должны появиться вот в ближайшем будущем в каких-то районных центрах? Расскажите об этом. Да, первый межрайонный центр в 2018 году, который мы хотим привести в соответствие по развитию кардио-помощи населению, это Мозорский район. Планируется открытие кабинета эндоваскулярной хирургии на базе Мозорского района городской больницы. Ну и есть планы тоже самое, в общем-то, поработать в этом направлении для обеспечения большей доступности и населению, проживающему непосредственно в городе Гомеле. Игорь Васильевич, электронными рецептами сегодня уже никого, скажем так, не удивишь, тема не на вам. Многие знают, что началось внедрение. Какие еще возможности этой сферы планируется внедрить в сферу медицины? Ну да, в настоящее время широко уже используется и не один год дистанционная форма обращений пациентов за медицинской помощью, в первую очередь это касается амбулаторно-поликлинических организаций, то есть это интернет-запись на прием к врачу и к врачу-специалисту, в том числе, как взрослого, так и детского населения. Ну, электронный рецепт, как вы сказали. Ну, наиболее важная такая задача к 2020 году, в общем-то, вся система здравоохранения республики должна подойти максимальной готовности к переходу на электронную медицинскую карту. То есть тоже для этого, конечно, требуются организационные, финансовые и некоторые технические дополнительные ресурсы, в общем-то, дополнительные для того, чтобы эта платформа заработала на уровне республики и каждый областной районный центр был, соответственно, оснащен технически для того, чтобы заработала именно электронная здравоохранение республики Беларусь. Что же, мне остается только пожелать, чтобы все ваши планы воплотились в жизнь. Спасибо вам огромное, что нашли время и ответили на наши вопросы. Спасибо. С приходом лета растет число обращений к детским травматологам. На каникулы школьники часто предоставлены сами себе и порой попадают в опасные ситуации. Как оградить детей от печальных последствий, разбиралась Анна Корольчук. Слезы, разбитые коленки, ушибы и переломы, частые спутники детских игр. И хотя мир полон опасности, это не значит, что ребенку нужно провести лето дома. Дело родителей – подстраховать его и предупредить несчастный случай, быть рядом и даже на шаг впереди. Маленькой Насте три года. Накануне она каталась на лошади и упала. С переломом бедра девочка поступила в приемное отделение Гомельской областной клинической больницы. После операции она проведет здесь еще три недели. Другой пациент ортопедо-травматологического отделения, Кирилл, находится здесь уже две недели и постепенно идет на поправку. У кровати мальчика дежурит его мама. Нам пять и девять, вот скоро шесть. Сломали ногу, вызвали скорую, оказали помощь, привезли, сделали снимки и сказали, как бы перелом. Вот он уже вторая неделя заканчивается у нас. Сказал доктор, вроде на следующей неделе уже будут гипсы и домой. Катался на улице, разогнался, начал тормозить, не затормозил до конца и спрингнул. Ну и так вот неудачно упал на ножки. И таких случаев много. Переломы конечностей у детей в летнее время фиксируются чаще, чем в период гололеда. Ортопедо-травматологическое отделение Гомельской областной клинической больницы ежедневно пополняется новыми пациентами в возрасте от 6 месяцев до 16 лет. Фактически в сутки через приемное отделение стационара проходит более 20 детей с разными травмами – черепно-мозговыми, лицевого скелета, позвоночника. У детей младшего возраста, безусловно, это игровая площадка. Это падение из горки, это удары, качели, карусели. Дети, которые становятся постарше, безусловно, они начинают познавать мир, им интересные ролики, велосипед. И сюда уже включаются травмы, падение с велосипеда, падение с роликами. Очень большой удельный вес детей, которые получают травмы на спортивных площадках. Большой удельный вес травм, полученный в дорожно-транспортных происшествиях. 10,5 тысяч детей в этом году обратилось за медицинской помощью в лечебные учреждения, а это на тысячу больше, чем в прошлом году. При этом структура обращения изменилась. В связи с холодной погодой в этом сезоне не было случаев гибели детей на воде. Меньше стало и выпадений из окон. Зато чаще поступают пациенты с бытовыми ожогами. Еще страшнее звучат данные о детской смертности. За 6 месяцев этого года от внешних причин в регионе погибло 11 детей. Буквально сегодня мы получили информацию о том, что умер мальчик в Музырском районе, который попал в ДТП. В июле месяце у нас получается трое детей ушло из жизни. Девочка 16-летняя, которая попала в дорожно-транспортное происшествие, будучи пассажиром на мотоцикле. Умерла маленькая девочка, которая месячная, которую мама опустила во время кормления. Все, кто имеет дело с последствиями таких случаев, сходятся в одном. Большинство трагедий можно избежать, если родители будут более внимательными. Очень часто дети не знают правил безопасности на воде, на улицах и дорогах. Либо нарушают их, копируя поведение взрослых. А ведь эти правила были выработаны на чьем-то печальном опыте. Чашка кипятка, чашка, просто стаканчик, он может лишить ребенка жизни. Нет, родители ставят эти чашки, чайники, купают где-то детей, подогревают воду, они падают в кипяток, вот недавно в Добрыжском районе. Одно мгновение, одно, буквально, больше не надо, и ребенка нету. И потом уже швырнуть ничего нельзя. Если несчастный случай не удалось предупредить, как можно быстрее вызывайте скорую или отвезите ребенка в больницу. Не пытайтесь помочь сами, если не знаете, как это сделать. Ведь неправильно оказанная первая помощь только усугубляет состояние детей. Под банальным синяком может скрываться перелом. В случае, если у родителей нет возможности присматривать за ребенком самостоятельно, хороший выход – летние лагеря, в которых в регионе работает более тысячи. Сегодня в различных формах летней занятости задействовано около 70% детей. Там, где есть четкая организация, там нет ни травматизма, нет ни гибели, нет беды. И педагоги все делают для того, чтобы детям, которые находятся в лагерях, было интересно, они были присмотрены, они были сыты, они были с хорошим настроением. Ну и, конечно же, расширялось их знакомство, кругозор. В течение вот этого сезона у нас не происходили какие-то чрезвычайные случаи в таких формах оздоровительной компании. Напоследок остается только еще раз обратиться к родителям. Будьте внимательны к своим детям, любите их и будьте к ним ближе. Не оставляйте их одних. Анна Корольчук, Игорь Морищенко, Александр Харлампов. Новости недели. Сегодня в Беларуси отмечают День Металлурга. В нашей области находятся два крупных металлургических завода. Это БМЗ и реческие метизны. Предприятия выпускают изделия высокой степени готовности и качества. Продукция в значительной степени ориентирована на экспорт. В Жлобине, главном городе Металлургов в регионе, празднования растянулись на три дня. Сегодня в программе вечерний поздравительный концерт. Коротко о других событиях уходящей недели в нашем традиционном обзоре. В колонном зале Дворца Румянцевых Паскевичей состоялась торжественная церемония награждения сотрудников Управления Государственного комитета судебных экспертиз Беларуси по Гомельской области. Офицерам вручены погоны по случаю присвоения очередных специальных званий, а также медали за бездокорную службу третьей степени. Трудные подростки из Гомельской области сняли пластилиновый мультфильм о том, как они провели время в лагере «Курсант-ты». Сценарий подростки разрабатывали самостоятельно. Первая смена областного военно-патриотического лагеря «Курсант-ты» была организована с 6 по 14 июля. За это время в лагере оздоровились 25 подростков, состоящих на различных видах профилактического учета. На реконструированном участке набережной реки Сош открылся скейт-парк. Для безопасности посетителей территория ограждена высоким металлическим забором. Здесь установлено 6 специальных спортивных сооружений, на которых можно выполнять трюки. Площадь скейт-парка почти 570 квадратных метров. Кататься здесь можно не только на скейте. Площадка подходит для катания на роликах и велосипедах. 12 июля православные верующие отмечали День апостолов Петра и Павла. Во всех храмах региона прошли праздничные службы. Наиболее массовая в Петропавловском кафедральном соборе Гомеля. Для него этот праздник престольный и ежегодно отмечается особенно торжественно. Богослужение возглавил епископ Гомельский Жлобинский Стефан. В его завершении сотни верующих совершили крестный ход. А теперь мы расскажем о наиболее значимых культурных событиях региона. В Гомельской областной универсальной библиотеке имени Ленина стартовал цикл летних концертов «Сиреневые вечера». На этой неделе здесь звучали известные и очень сложные арии из опер и оперет, ставших классикой мирового вокального искусства. С сольным концертом «И вечная весна» в областной библиотеке выступила выпускница колледжа искусств имени Соколовского, солистка государственного учреждения Гомельские городские оркестры Юлия Муха. В ближайшие несколько минут об этом и не только. Более подробно расскажет наш культурный обозреватель Вероника Ворошилина. В картинной галерее Гавриила Ващенко на этой неделе открылась выставка «Парк Юрского периода». Здесь можно увидеть динозавров, которые населяли нашу планету в Мезозойскую эру. Все представлены экспонаты, авторские работы белорусского художника-любителя Владимира Найбича. Эндозавр, спинозавр, эниозавр – эти огромные ящероподобные животные выполнены в натуральную величину. Самый внушительный по своим размерам – 12-метровый тиранозавр «Рекс». И это детеныш – взрослый динозавр в разы больше. Также на выставке можно увидеть сцена физиса, который считается предком современных страусов, или птерозавра, яйца которого в 2004 году были найдены в Китае. Около каждого экспоната установлена табличка с описанием его параметров, ареала обитания и привычек. Для юных посетителей экспозиции также подготовлена развлекательная программа. А в Гомельском областном центре народного творчества открылась персональная выставка вышивки Светланы Боцуновой. Сюжеты представленных полотен – это картины художников эпохи Возрождения и русских живописцев. Здесь можно увидеть Мону Лизу, Леонардо да Винчи, девушку с жемчужной сережкой Яна Вермеера. Утро в сосновом бару Ивана Шишкина и многие другие мировые шедевры вышиты Светланы Боцуновой. На выставке разместилось около 50 работ. Каждая из них требовала от автора усидчивости, терпения и вдохновения. Масштабные зрелища на Новобелесском пляже Гомеля на этой неделе отметили День Нептуна. Мероприятие сопровождалось яркой театрализованной программой. Сказочные персонажи-русалки на праздник приехали на мотоциклах. Они развлекали зрителей до появления главного героя – Нептуна. В свою очередь, бог морей и водных потоков вместе со своей свитой появился на катере, растекая водную гладь реки Сош. Для детей и взрослых проводились интересные конкурсы, игры и соревнования. Между тем, праздник имел не только развлекательный формат. Представители МЧС «Осводы Красного Креста» знакомили ребятишек с правилами безопасного поведения на каникулах и рассказывали им о том, как действовать в экстренных ситуациях. А в Гомельской областной универсальной библиотеке имени Ленина стартовал цикл летних концертов «Сиреневые вечера». С сольной программой «И вечная весна» выступила выпускница колледжа искусств имени Соколовского, солистка государственного учреждения Гомельские городские оркестры Юлия Муха. В ее живом исполнении гости вечера услышали известные и очень сложные арии из опер и оперет, ставших классикой мирового вокального искусства. Все лирические композиции были объединены единой темой прекрасного и искреннего чувства любви. Серия летних концертов «Сиреневые вечера» продолжится и дальше. На следующей неделе в областной библиотеке имени Ленина выступит лауреат многочисленных республиканских и международных фестивалей, руководитель Гомельского клуба авторской песни Вячеслав Климович. Также здесь пройдет конкурс детского творчества «Минута славы». А тем временем Светлогорская картинная галерея всех желающих приглашает познакомиться с работами известных белорусских художников Александра Исачева и Владимира Соловья. И на этом все. Самыми интересными культурными событиями региона вознакомили Вероника Ворошилина и Павел Антонов. Обзор подготовлен специально для программы «Новости недели». Это были итоги минувших 7 дней. На будущей неделе мы продолжим следить за происходящим, чтобы рассказать главное. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин